Бог знает все Устраивает ли нас такое положение, что Бог знает все? Еще один вопрос для начала. Что для нас больше? То, что Бог знает все или то, что люди знают все? Смотрите, у нас есть Бог и у нас есть люди, между которыми мы живем. Что нас больше останавливает, что нас больше сдерживает, что нас больше стимулирует? Бог, который знает все или же люди, которые знают не все? И еще такой вопрос. Просто каждый себе задайте этот вопрос. Я задаю его себе, но надо быть честным. Попробуйте быть честными сами с собой. Никто этого не знает, никто этого не видит, кроме Бога. Наши мысли никто не знает. Готовы ли вы, готов ли я, чтобы люди, которые сидят возле меня, живут, с которыми я общаюсь, чтобы они узнали все? Насколько сильно я боюсь, чтобы люди узнали все? Вы когда-нибудь думали об этом, что Бог знает все, но при этом это не мешает мне жить той жизнью, которой я живу? Часто человек ведет двойную жизнь, двойную игру. Часто люди ходят в масках, то есть выдают себя не за тех, кем они есть на самом деле. И их не останавливает та мысль, что есть Бог, который знает все. И делаем мы часто это все, знаете, из-за чего? И почему? Потому что люди, для которых мы это делаем, они не могут знать всего. И мы в такой способ обманываем часто людей, и в первую очередь всегда мы обманываем себя. Поэтому еще раз вопрос. Готовы ли вы или что бы случилось, если бы люди узнали все? Если бы наш ближний знал все, что есть у нас? Если бы люди, если бы мои так званые друзья, братья и сестры узнали все, что я о них думаю? Вы представляете, что бы случилось, если бы так над нашей головой такие строчки были, и люди бы видели и читали наши мысли о себе? То есть я смотрю на вас, но вы не знаете, что я конкретно думаю о каждом из вас. И часто я этому очень рад. Потому что если бы, представляете, люди узнали все, что кто-то думает о них, что мы думаем друг о друге. Просто попробуйте с этим вопросом пожить, подумать, и подумать о том, что есть Бог, который знает все, и есть люди, которые не могут знать всего. И что больше нас держит? Что больше нас формирует? Что больше на нас влияет? Что заставляет нас вести какой-то определенный образ жизни? Что формирует нас как человека, как христианина? Один поступок, одно действие. Оно формирует привычку. Привычка или привычки, они формируют характер человека. А характер человека, он формирует жизнь человека. То есть каков мой характер, каков твой характер, такова твоя и жизнь. Так ты живешь, так ты говоришь, так ты поступаешь. Ты так живешь, это твой способ жизни, это твой характер, это твои слова, это твое видение жизни. Это все твое. То есть поступки, которые складывают нашу жизнь. То есть мы делаем что-то, потому что мы так верим, мы так видим, мы так чувствуем, потому что это мы. Это не кто-то, это мы. И действия, которые мы делаем, обратите внимание, каждое действие, которое делает человек, каждое, абсолютно каждое действие, какое бы мы ни делали, оно имеет последствия. Все наши действия, все наши мысли, они имеют последствия. Все, что мы бы не делали, оно имеет последствия. Смотрите, мы сегодня сделали действие, мы пришли. Будут последствия? Будут. Если человек, например, регулярно не приходит, будут последствия? Есть последствия? Будут. Если человек, например, курит, будут последствия? Будут. Если человек злоупотребляет едой, будут последствия? Будут. Есть последствия. Каждого действия есть последствия. Если человек, например, ходит в спортзал, будут последствия? Будут. Каждого нашего действия есть последствия. Если человек слушает, смотрит, хорошее или плохое, у каждого нашего действия будут последствия. Поэтому очень важно, чтобы наши действия, чтобы наша жизнь, она была как можно правильная. И от такой жизни, от такого способа жизни будут правильные последствия, которые будут нам приятны. Я буду читать один текст, который, может быть, не сразу поймете, но я потом объяснюсь. Еще скажу перед тем, как прочитаю. Тот, кто идет за Христом, должен иметь твердый характер. Тот человек, который хочет идти за Христом, или тот человек, который идет за Христом, он должен иметь твердый характер. Человек, который идет за Христом, он не может быть слабаком. Человек, который решился идти за Христом и быть христианином, он может быть слабым. Все мы слабые, просто поймите меня правильно. Но человек должен иметь твердый характер. Человек, который идет за Христом, он должен иметь, как мы говорим, стержень. Он должен иметь твердый характер, твердый фундамент, твердые основания, твердые позиции. Человек, который идет и хочет идти за Христом, он должен постоянно становиться человеком с твердым характером. И читаю один текст. Читаю один текст, который записан Матфея 10, с 34 по 39 стихи. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Христос очень много сказал таких слов, которые очень наполнены смыслом. Очень твердые, очень конкретные и бескомпромиссные. И много раз Христос говорил, можно сказать так, жестко говорил. Жестко, конкретно, очень ясно и очень понятно. Христос говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Странные слова, правда? Странные слова. Знаете, многие люди очень боятся, я сейчас имею в виду церкви, люди в церквях боятся разделения. Разделение само по себе действие плохое. Как написано? Держитесь подальше от тех, кто делает, от делающих разделений, производящих разделений, да? То есть само по себе разделение, оно дело плохое и оно нехорошее. И вообще разделять кого-то, это дело нехорошее. Но Христос говорит, я пришел принести не мир, но меч. Я пришел, говорит, разделить. Ко мне только недавно дошло это слово. Христос говорит, я пришел принести меч. Я пришел принести разделение. Но обратите внимание, что Христос, Он не так разделяет, как часто разделяет человек. Христос не такое разделение принес, как часто мы способны разделять. Христос не такое разделение принес. Христос принес странный такой меч. Вообще меч это, когда ты слышишь меч, это война, это кровь, это раны, это какое-то зло, да, это какое-то, не знаю, войны какие-то. Но Христос говорит, я пришел принести меч. И Христос хотел, чтобы люди, которые его слышали, и мы, которые сейчас читаем его слово, чтобы они поняли, каков меч, каково разделение Христа. И Христос изъясняется. Христос говорит, я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. О чем тут идет речь? Как это разделить человека с отцом его, сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и враги человеку, домашние его. Я думаю, что Христос употребил близкие связи, то, что ближе всего к человеку, то, чем человек больше всего дорожит, то, за что человек часто очень сильно и крепко держится, то, что для него очень дорого, то, чем часто человек не готов пожертвовать, то, за что часто человек готов отдать жизнь, и ради чего готов многим-многим и даже собой пожертвовать. И Христос как бы бьет в самый центр, в то самое ценное, в самое важное, и говорит, что я пришел это разделить. И с одной стороны, я пришел принести боль, но если я не разделю, если этого разделения не произойдет, то потом в перспективе твоей и моей жизни будет еще больнее, будет больше боли, будет больше горя, будет больше страданий, будет больше проблем. И счастлив тот человек, который поймет Христа, который понял Христа. И счастлив тот человек, который будет иметь твердость, силу, мужество и характер для того, чтобы все-таки разделить, разделять. Есть такое понятие, как человеческий фактор. Что это значит? Это значит то, что на нас влияет мнение окружающих нас людей. На нас влияет мнение кого-то, кто нам близок, кого-то, кто для нас является авторитетом, уважаемым человеком. То есть есть человеческий фактор влияния людей на нас. Знаете, я думаю, что если бы на нас не имело влияние общество, люди, ментальность, традиции, общество людей, то мы были бы совершенно другими людьми. И мы были бы намного счастливее, если бы на нас не влияло мнение кого-то. Если бы мы для чьего-то мнения не делали некоторые вещи, движения и так далее. Мы были бы совершенно другими людьми, если бы мы были бы полностью свободными от мнения окружающих нас людей. Мы бы, если говорить о церкви, мы бы, например, по-другому пели. Мы бы по-другому молились. Мы бы по-другому служили. Мы бы не так смотрели. Мы бы не так одевались. Мы бы не так себя вели. И люди, вообще многие люди, они не делали бы многих вещей, если бы их не волновало мнение окружающих их людей. Знаете, кто-то сказал, мы тратим деньги, которых у нас нет, для того, чтобы произвести впечатление на тех людей, которые нам полностью безразличны. То есть мы делаем многие вещи, чтобы произвести на кого-то впечатление, которое, по большому счету, все равно и тому, и тот человек, на которого мы хотим произвести впечатление. Тоже, он все равно нам. Поэтому подумайте над этим, а как изменилась бы моя жизнь, если бы я не делал каких-то вещей ради того, чтобы показаться в чьих-то глазах хорошим, чтобы произвести впечатление на кого-то, чтобы быть угодным кому-то. Подумайте, как бы изменилась моя и твоя жизнь, если бы я все свои действия делал для того, чтобы быть угодным в очах Божьих. Если бы меня не волновало мнение других людей. Однажды Христос исцелил одного слепорожденного человека, и было сильное замешательство в людях, в начальствующих, и это было чудо. И всем стало известно, что Христос сделал, и они не могли в это поверить. И они сильно приступали к тому человеку, и спрашивали его. И он сказал им один раз, второй раз. Говорит, я уже сказал вам, но вы не слушаете меня. И потом они пошли к его родителям и спрашивают, а это точно ваш сын? И помните, как там написано? И они отвечали родители очень аккуратно, очень осторожно, потому что написано там, потому что боялись иудеев. Ибо те, в свою очередь, сговорились, что те, кто поверуют в Иисуса Христа, чтобы отлучать их от синагоги. Не знаю, чем это грозило. Может, тем, что они не могли посещать ее, учить или участвовать в каких-то праздниках, но они боялись быть отлученными от синагоги, и это имело на них влияние. И они не могли позволить себе быть до конца открытыми и честными людьми. И они говорят так, он человек в совершенных летах, идите и спрашивайте его. А мы, как бы, займем такую нейтральную позицию и будем такими, ну, такими, хорошими, чтобы угодить и вам, и этим, и чтобы остаться при синагоге. Это один из примеров, таких примеров очень много, когда человек занимает такую позицию, чтобы угодить кому-то. То есть, есть мнение Бога и есть мнение народа. Но я знаю, что Бог знает все, я знаю, что Бог видит все, я знаю, что Бог слышит и знает мысли мои, но я часто выбираю другой вариант, как будут думать обо мне люди, которые меня видят. Для того, чтобы идти за Христом, нужно быть довольно-таки холоднокровным человеком. Правда, слово такое некрасивое, как бы, такое жесткое, холодное само слово. Но для того, чтобы идти за Христом, человеку надо быть холоднокровным. Наведу несколько примеров. Христос говорит такое слово. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». То есть, что Христос говорит? «Ты не можешь любить отца больше, нежели меня». Христос дальше говорит. «Кто любит сына или дочь более, нежели меня». Как это? «Более». Говорит, «не достоин меня». «И кто не берет креста своего, то есть, кто не готов любить меня больше, чем кого-то из своих близких, тот не достоин меня. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». То есть, Христос проповедует такую отверженность. Христос проповедует то, что ты должен принимать такие твердые, взвешенные решения. Христос говорит о том, что мы не должны принимать решения на эмоциях. Когда речь идет о вере, когда речь идет о церкви, когда речь идет о спасении, то мы не должны принимать решения, руководствуясь эмоциями, родственными связями и тому подобными вещами. Например, Христос говорит, что любовь к женщине, она не может превосходить любовь к Богу. Аналогично, любовь к мужчине, она не может превосходить любовь к Богу. Какие-то родственные связи, они не могут стоять выше веры в Христа. Дети не могут стоять выше отношений с Христом, выше отношений с Богом. Отцы, бабушки, дедушки не могут быть на первом месте. Такое впечатление, что Христос говорит, любите только меня, идите только за мной, пусть вся ваша жизнь развалится, пусть все у вас будет плохо, пусть вы будете страдать, пусть от вас все откажутся, но главное, чтобы вы шли за мной. И как будто Христос навязывает людям страдания, разрушения, разделения, меч, боль и так далее. И ты все потеряешь, но ты будешь счастлив со мной. Выглядит так. И нормально человек прочитает и думает, зачем мне это все? Я все потеряю. И если я пойду за Христом, то я все потеряю. И вы знаете, что многие люди, думая так, они выбирают ничего не терять. Оставить все как есть, ничего не менять. И многие люди не меняют и не идут за Христом лишь потому, что много чего в жизни надо изменить, и это их сильно пугает. И они не готовы. И им не хватает характера, им не хватает силы, им не хватает мужества, им не хватает решительности, чтобы что-то сделать ради Христа. Знаете почему? Потому что есть многие такие вещи, которые пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, что будет дальше. Пока ты не сделаешь шаг вперед, ты не знаешь, что там дальше. И есть такой пример, что машина, когда едет ночью, то она не освещает тебе 5 километров вперед, 10. Она освещает 100 метров, 150, может даже меньше. И нам этого хватает, чтобы ехать дальше. И нужна вера, чтобы ехать дальше, чтобы двигаться дальше. Поэтому тот, кто хочет идти за Христом, он должен быть холоднокровным. И для него дети, родители, бабушки, мнение людей, оно не должно играть такой роли, как мнение Бога, мнение Христа. И человек, который так поступит, и я знаю истории многих из нас, что многие из нас часто принимали решения, на первый взгляд, не в свою пользу. Но после принятого решения идти за Христом, идти за Богом, последствия таких решений, они всегда приносят благословение. Они всегда приятны. Они всегда благословенны. Они всегда с обетованием. Они всегда с хорошими последствиями. На нас не должно влиять общество. Часто очень мы хотели бы что-то сделать, но есть привычка, есть традиция. Часто, знаете, мы делаем так, как принято делать, но не так, как написано делать. И много раз так, как принято делать, оно управляет целыми церквями, целыми обществами, целыми народами, потому что просто так принято делать, потому что кто-то так делает. И очень часто людей не интересует, а как же написано. Так, как принято или так, как написано. Что правильно? Часто так, как принято, оно сходится с тем, как написано. Но часто так, как принято, оно не сходится с тем, как написано. Один Божий человек, он принял такое решение сильное. Вот было принято не молиться. Он имел должность, он имел все, он имел состояние. Но ему надо было быть твердым. И он принял решение молиться. И он молился. И казалось бы, все потерял, все потеряет. Так и случилось, все потерял. И что? И он был готов. Правда? Он был готов все потерять. Это был человек Божий Даниил. Он имел высокое положение. И очень часто люди, например, я наблюдаю за людьми, которые пошли в политику христиане. И после часто люди христиане, которые пошли в политику. Может сама по себе политика, она и неплоха. И мог бы человек быть, и даже сделать что-то хорошее. И в какой-то способ там проповедовать. Или какие-то возможности открывать. Но часто человек, который связал веру, себя и политику в одно, то часто он должен делать какие-то политические решения, принимать и не в пользу веры, не в пользу Бога. Потому что так принято, потому что так надо, потому что так хочет народ, потому что так хочет большинство и так далее. Поэтому, когда мы идем за Христом, тут надо быть холоднокровным человеком. И может в какой-то мере таким суровым, не знаю, жестоким к себе. И часто решения, которые нужно принимать, они такие непростые решения. Непростые решения. И такие ситуации, они не случаются лишь у некоторых людей. Такие ситуации у каждого человека, у каждого. Просто у каждого человека на своем уровне нужно принимать подобные какие-то решения. Следующее, что нужно для того, чтобы идти за Христом, по моему мнению, это нужно быть эгоистом. Для того, чтобы идти за Христом, нужно быть эгоистом. Само слово эгоизм, это эго, это я. Поведение, целиком определяемое стремлением человека к собственной пользе и выгоде. То есть, если я иду за Христом, если я решился идти за Христом, говорю, это мое мнение, то я в этом решении должен быть эгоистом. Меня не должно волновать ни твое мнение, ни чье мнение. Христос говорит, если кто-то более возлюбит отца, или мать, или жен, или детей, или земли, или еще что-то, тот не достоин меня. То есть, если я принял решение идти за Христом, то я должен быть эгоистом. Я должен делать то, что выгодно для, не для меня. Бой эгоист делает то, что выгодно и нужно только для меня, его не волнует, как чувствует себя другой. Но я должен делать только то, что способствует, что ведет меня, конкретно меня, к спасению. И я не должен делать и не буду делать того, что не ведет к спасению, но ведет к угождению или к хорошему мнению обо мне других людей. То есть, для того, чтобы идти за Христом, я должен быть эгоистом. Я должен любить себя, я должен переживать за свое спасение, за свое спасение. Не за мнение обо мне кого-то, но должен более всего переживать о том, а не угрожает ли это моему спасению. Мнению обо мне Бога. Есть еще один интересный вопрос, и мы о нем ни разу не говорили. Христос сказал такое слово. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот я думаю часто об этом в последнее время. А как же это любить себя? Мы никогда не учимся, как любить себя. «Бо если я не люблю себя, то я не буду любить и другого». Например, если я не покупаю себе хорошую еду, а экономлю на своем питании, то как я могу любить другого в этом плане? Как пример. Как это любить себя? Для начала нужно полюбить себя. Для начала нужно уважать себя. Для начала нужно спасать себя. Для начала нужно в себе показать спасение и веру, и отношение к своему спасению. А потом и к ближнему своему. То есть для того, чтобы идти за Христом, мы должны быть эгоистами. Я должен переживать за свое спасение. А что часто происходит? А часто происходит то, что я переживаю, а что подумают, а что сделают, а как примут, а каковы будут последствия моей веры и так далее, и так далее, и так далее. Однажды апостол Павел хотел сделать одну такую жертву большую. Он сказал так. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Представляете, какое в нем было желание? Он говорит, я своим спасением готов пожертвовать для того, чтобы они спаслись и поняли. Но мог ли он это сделать? Он был готов. Он был готов сам быть отлученным, чтобы только они поняли. Но он не имел такой возможности. Бог не дает нам возможность ценой своего спасения спасти кого-то. Это неправильно. Он не мог. Павел ценой жизни, ценой своей жизни отстаивал правду. Правда? Он отстаивал ценой своей жизни правду. Он всегда стоял за правду. Он всегда стоял за справедливость. Он никогда не шел на компромисс. И многие Божьи люди, они так и делали. Они такие решения принимали. Они ценой своей жизни принимали решение идти за Богом. И им было все равно положение в обществе, мнение о них, страдания, унижение, дискомфорт и все, что с этим связано. Они принимали решение идти за правдой, идти за Богом. И если мы бы с вами поисследовали жизнь Божьих пророков, жизнь Божьих людей, то у них не у всех была сладкая и комфортная жизнь, которую мы так часто себе представляем. Что должно быть так, что должно быть так, что мне не должны говорить так, смотреть так, думать так. То есть жизнь у них складывалась не совсем так, как бы нам часто этого хотелось. Еще один такой пункт в характере человека, который хочет идти за Христом. Человек должен быть мужественным. Для того, чтобы идти за Христом, для того, чтобы быть верующим человеком, для того, чтобы идти за Богом, человек должен быть мужественным. Человек должен быть мужественным. Однажды Бог сказал Иисусу Навину такое слово. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся. Ибо я с тобою, Господь, Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Бог говорит, я повелеваю тебе, будь мужествен. А сейчас, если подумать каждому о своей жизни, как часто нам необходимо мужество. Что такое мужество? Что имел Бог, когда говорил этому человеку? Что имел Бог в виду, когда ставил его на начальствующего в народе и говорил ему, только будь мужествен, только будь тверд, только не бойся? Он сказал ему это слово много раз. Кто-то посчитал и сказал, что Бог 365 раз, по-моему, сказал в Библии, не бойся. Не знаю, правда или нет, не бойся, не бойся, не бойся. Будь мужествен, будь мужествен, будь тверд и мужествен. Имей твердый характер. Не сдавайся, не ломайся, не продавайся. Не еди на компромисс. Будь тверд. Будь мужествен. И все мы знаем, что Иисуса Навина, как вождя народа израильского, его впереди, у него был тот же народ израильский, который часто унывал, роптал, бунтовал, который был не согласен ни с Богом, ни с тем, что происходит, ни с теми вождями, которые их вели, и человеку, который их вел, надо было быть очень сильным человеком, очень таким твердохарактерным человеком, чтобы не сдаться, чтобы не сломаться, чтобы не упасть, чтобы доделать дело до конца. И те народы, которые были впереди их, те, с кем надо было воевать, те все войны, те все трудности, те все испытания, то есть человеку Божию, Иисусу Навину, надо было быть очень мужественным, очень твердым, очень решительным, очень самоотверженным человеком, чтобы просто сделать то, чего ожидал от него Бог. Поэтому человеку, который сегодня хочет идти за Христом, его обязательно надо быть очень мужественным, очень мужественным. Но для того, чтобы стать мужественным, человеку надо почувствовать, а как это? То есть надо сделать то, чего ты боишься. Вот ты боишься сделать, ты боишься признать, ты боишься сказать. Так вот именно это и надо сделать, чтобы почувствовать эту силу. И лишь когда человек принимает решение, что я, если надо, буду страдать. Если надо, пусть меня презирают. Если надо, пусть меня гонят. Если надо, пусть меня обзывают. Если надо, пусть меня выгоняют. Если меня отлучат от синагоги, то пусть меня отлучают. Но я буду стоять за правду. Я буду делать так, как говорит Бог. И когда ты на себе прочувствуешь то, что произойдет после, то твоя сила возрастает. Ты укрепляешься духом, потому что ты с Богом пройдешь через трудности. А каждая трудность, которую мы проходим, это сила. Человек после каждой трудности, после каждого испытания, он становится сильнее. И если человек принимает решение, что бы ни случилось, я буду идти до конца, он всегда становится сильнее. И каждая проблема на пути христианина, это ступень. Это ступенька выше, выше, выше. И ты, и я, мы возрастаем духовно, мы укрепляемся, когда мы переживаем трудности. Поэтому человек, который решил идти за Христом, он должен быть мужественным. Еще одно, что я бы отнес к мужеству, к великому мужеству, это когда человеку нужно признать свою ошибку. Человек, который может признать свою ошибку. Человек, который может признать, что он был неправ. Человек, который может сказать, что я согрешил, это очень мужественный человек. Человек, который может сказать, до сего момента, я так понимал, но это было неправильно, и от сегодня я меняю свое мнение. И я не боюсь признать, что то, что было сзади, это было моей ошибкой. А многие люди, когда они видят, что это была ошибка, они дальше продолжают защищать эту ошибку, и от этого они становятся слабыми. Поэтому мужественный человек, это тот человек, который готов признать свой грех, свою ошибку и идти дальше. Поэтому, если ты хочешь идти за Христом, то мы все должны быть готовы признавать свои грехи, свои ошибки. И это великая сила. И многие люди, они не признаются, они не каются в своих грехах, потому что им не позволяет их положение в обществе, их состояние, мнение о них кого-то. Ой, как такой набожный человек да мог согрешить? Я же всегда выдаю себя вот за такого, а тут мне надо признать, что я согрешил. Поэтому мужественный и сильный человек, это тот, который готов признаться, что он упал. И каждый раз, когда человек, падая, встает, он становится сильнее. Он становится сильнее. Поэтому человек, который хочет идти за Христом, он должен быть мужественным, чтобы признавать свои ошибки. Как вести себя, несколько примеров хочу привести. Как вести себя в разных ситуациях, что нам делать, как себя вести. Вот если перейти к практике. Мы говорили о Иисусе Навине, будь тверд и мужественным, войны, народы, города. Народ за ним стоит и так далее. А что делать нам сегодня? Как сегодня поступать нам? Как сегодня проявлять характер, силу, твердость, решительность? Если говорить о семье. Все мы тут живем в семьях. Кто-то из нас муж, кто-то жена, кто-то отец, кто-то мать, кто-то в роли детей. Вот вопрос к женам. Если муж грешит, каковы должны быть действия жены? Есть семья, муж грешит, муж неправ. Каковы должны быть действия жены в такой семье? Что должна делать жена? Есть много текстов, которые говорят, глава жене муж, муж глава семьи, жена от мужа, жена домолчит, жена и так дальше, и так далее. Жена доповинуется, жена добоится своего мужа. Муж господин, но при этом все, муж грешит. Муж неправ. Муж в какой-то ситуации полностью неправ. Что должна делать жена? Правильно ли будет, если жена будет молчать? Каждая ситуация индивидуальна. Я не знаю, что там может произойти. Какой-то пикантный случай. Но должна ли жена молчать? Может ли жена молчать? Я имею в виду верующих людей, которые ходят в церковь и так далее. Если муж неправ, если муж ошибается, если муж грешит, если муж показывает плохой пример, каковы должны быть действия жены по отношению к мужу? Что должна, например, мать сказать детям о действиях отца? Дети, это все нормально, это ничего. Тихо, только никому не говорите. Получишь, если скажешь, и так далее, и так далее. Если, например, отец поступает несправедливо. Если отец грешит, что должна делать мама? И если я скажу, есть дети, которые уже понимают, что они должны делать? Они должны уважать своего отца, они должны повиноваться, они должны молчать. Каковы должны быть их действия? Какое решение должны принять дети, мама? Если, например, дети грешат, если дети неправы, если дети ошибаются, каковы должны быть действия родителей? Родители всеми путями и всеми возможными способами должны прикрывать ошибки своих детей. Правильно? Как лишь только возможно, чтобы сказать, а мои дети? Не, мои дети на это не способны. Ты не знаешь моих детей. И родители, мама особенно, отцы часто, они всеми возможными и невозможными способами стараются прикрыть грех своего ребенка, ошибку своего ребенка. И знаете, на какое-то время, окей, проходит, и все довольны. Но Христос сказал такое слово, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И помните, есть такой закон, жестокий такой закон. Говорит закон, что если твой сын вчера и третьего дня был мот и пьяница, то ты должен вывезти его за город и к старейшинам. И должно было быть такого сына побить камнями. Очень жестоко. Ну, оно так сжато написано. То есть должно было быть перед этим много разговоров, предупреждений, наставлений. Но этот сын смеется со всех, пренебрегает советами и продолжает быть буйным и пьяницей. А сейчас, если вернемся в наше время, такой же сын, такие же действия, но отец это все мастерски прикрывает. Мать это все покрывает, 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 покрывает. И тут этому сыну уже 45, и все узнают, что он алкоголик. И у него серьезные проблемы, и у него семья валится. И у детей его в голове просто, просто все вперемешку. И он сам пропал. Но время уже прошло. Жизнь как бы уже состоялась. И та правда, которая выйдет наружу, она очень неприятна. Потому что я, отец, я столько лет прикрывал, но мне все-таки не удалось. То есть что будет правильно? Как должны вести себя родители, если их дети неправы? Мы должны своих детей покрывать. Мы должны любой ценой, потому что это наши дети, и мы их любим. Или все-таки, как бы ни было больно, как бы ни было горько, я должен сказать, да, это моя дочь, это мой сын, и он был тут неправ. Да. Может быть, пройдет время, и что-то изменится. Но пока факты остаются фактами. Если в церкви пресс-свитер неправ, что должны делать люди? А если епископ неправ, что должны делать люди? Есть такое понятие, что он помазанник Божий, и что бы он там ни делал, нельзя ничего говорить. Или есть такой текст, начальствующим в народе, начальствующим в народе, Так написано? Как? Начальствующим в народе должно отдавать сугубую честь. Там есть слово одно, достойно начальствующим. Должно отдавать сугубую честь. Достойно начальствующим в народе должно отдавать сугубую честь. То есть, смотрите, ситуация. Если человек, который стоит впереди церкви, он ошибается, но мы все проявляем к нему большое уважение, и мы все очень его уважаем, и мы все готовы закрыть глаза на то, что происходит, чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо. То в долгосрочной перспективе будет очень много проблем. Очень много проблем. И у нас, и у церкви, и у всего, что с этим связано. И у того человека в первую очередь. Поэтому есть ситуации, где нужно вести себя с характером. Твердо, честно и справедливо. Даже если кому-то это не понравится. Даже если от этого я буду иметь проблемы. Даже если мне от этого будет неприятно. Я много раз слышал, как, например, жена говорит, ну, зачем ты опять идешь? Опять у вас собрание. Опять ты придешь поздно. Опять сколько можно. Ты когда придешь, ты где? У тебя дети. Ты опять там. И, ну, простите меня, чисто мое мнение. Часто, может, мужчины так. Ну, я просто себя оцениваю. Но часто жена, она часто хочет комфорта уже и сразу и сейчас. И часто для женщины важнее, чтобы мужчина, например, в тот вечер, он был дома. И чтобы ей было приятно. Но часто наши жены, они упускают один такой очень важный момент. Что если мой муж пойдет к другим мужам, которые, например, сидят и рассуждают о каких-то делах в церкви, о Слове Божьем. Делают какие-то, принимают решения, организация. Проводят какие-то суды, слушают какие-то высказывания. То человек, отдельно взятый какой-то чей-то муж, он, пойдя туда, например, два часа проведет в обществе людей, которые говорят о правильных вещах. Которые слушают то, что связано с Словом Божиим. И каждый такой человек, проведя, например, два-три часа в таком обществе, он постоянно набирается мудрости. Мудрости. Но, может, я ошибаюсь, я прошу прощения, но часто, сейчас о женах, извините, часто женщина, она этого не понимает. Она не видит перспективу того, что если мой муж пойдет там, где говорят о мудрых решениях, где не проводят время впустую, где не просто сидят, смотрят фильм или занимаются чем-то, но принимают какие-то решения, какие-то суды, какие-то слушают мысли, то мой муж, будучи там, он станет мудрее. И после, когда он с этим багажом знаний придет в нашу семью, то в перспективе для нашей семьи, для меня, в том числе для моих детей, станет лучше. Потому что, когда моему мужу надо будет принимать решение, у него будет опыт. Но, к сожалению, многие мужья, они принимают решение остаться дома и угождать. Я не имею против, но часто угождать жене, часто угождать детям и, ну и так. Поэтому есть такие моменты, где человеку нужно быть с характером, где человек должен принять решение. Вот часто мы думаем, ехать или не ехать, жертвовать или не жертвовать. И часто мнение жены или мужа имеет окончательное решение для меня. И на меня сильнее будет влиять мнение моей жены или моих детей, чем правильный поступок. И где-то внутри я понимаю, что правильно сделать вот так, но есть семья, есть дети, есть общество. И я принимаю решение в пользу того, кто рядом. И от этого мой характер, он становится мягче, мягче, податливее, слабее. И после от моих таких действий формируется стиль жизни. И потом, смотрите, в семье что происходит? Для чего нужно быть твердым? Для чего нужно оставаться верным? Для чего нужно не продавать себя? Потому что, ну я так вижу, потому что, когда, например, мужчина принимает слабые решения или женщина, то потом в семье рождаются дети. И если в семье, где муж принимает слабые решения, нетвердые решения, то в такой семье рождается сын. Он будет смотреть на своего отца. И в большинстве случаев он будет повторять его. И он будет принимать такие же слабые или сильные решения. Поэтому Христос говорил, что если вы более возлюбите кого-то из своих близких или что-то, чем меня, то вы недостойны меня. Вы никогда не будете иметь такой веры, такой силы, таких действий, которые имел я. На самом конец. Еремеи 31.30. Бог говорит такое слово. «Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие». Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомено будет. Каждый из нас будет умирать или не будет умирать за свое беззаконие. Поэтому каждому из нас желаю быть в этом вопросе, следовании за Христом. Быть очень таким принципиальным, холоднокровным, быть эгоистом, быть мужественным. И всегда помнить о том, что Бог, Он знает все. Какое бы решение я ни принял, что бы я ни сделал, Бог знает все. И я иду за этим Богом, и я знаю, в кого я верю. И я знаю, почему я так делаю. И я знаю, что какими будут последствия. Желаю нам благословений. Желаю нам успехов. И желаю, чтобы каждый из нас с каждым днем становился человеком, который имеет твердый характер. Не каждый из нас в данный момент есть человеком таким твердым и решительным. Но мы можем таковыми стать. Мы можем изменить свой характер. Мы можем изменить свою жизнь. Мы можем изменить свои привычки. Мы можем изменить то, как мы себя ведем, как мы думаем. Мы можем много чего. Мы можем сами творить свою жизнь и свое будущее. И в основном вся наша жизнь, она в наших руках. И Бог имеет по отношению к нам хорошее намерение. Но мы часто Богу не даем сделать то хорошее. Мы часто вносим коррективы в Божий план по отношению к нам. Поэтому давайте поступать твердо. Уверенно, сильно. И пусть бы мы никто не страшились мнения людей, что скажут и что подумают. И давайте помнить о том, что Бог, который превыше всех, Он знает все. Аминь.